OBD-2 код неисправности техническое описание, датчик опорного напряжения А, высокий уровень сигнала, что это обозначает. Этот диагностический код неисправности, DTS, является общим кодом трансмиссии, что означает, что он применяется к транспортным средствам, оснащенным OBD-2, хотя общие, конкретные этапы ремонта могут отличаться в зависимости от марки, модели. При столкновении с сохраненным кодом P0643 неприятности, по опыту знаю, что модуль управления силовым агрегатом PSM, обнаружил состояние напряжения высокого опорного для конкретного датчика, который был дан ярлык А, я помню, что рассматриваемый датчик всегда был связан с автоматической коробкой передач, раздаточной коробкой или передним дифференциалом. Дополнительный код датчика, скорее всего, укажет мне конкретное направление неисправности, а P0643 добавит, что напряжение контрольной цепи датчика А, слишком высокое, чтобы определить местоположение и функцию датчика в отношении рассматриваемого транспортного средства. Я бы посоветовался с надежным источником информации о транспортном средстве, таким как AllData DIY, если P0643 хранится один, я подозреваю, что произошла ошибка программирования PSM. Я всегда диагностировать и восстанавливать любые другие коды датчика перед его диагностикой и ремонтом P0643 подержание более высокого, чем нормальное состояние опорного напряжения в виду, потому что, как правило, исчезают, как только другие коды, более конкретно, датчик выпрямлены. Я понимаю, что соответствующий датчик обычно поставляется с сигналом опорного напряжения, обычно 5 вольт, через коммутируемые под напряжением с ключом на схему и сигнал заземления, знакомство диктует, что датчик будет иметь либо переменное сопротивление, либо электромагнитное разнообразие, и что он завершит соответствующую цепь. Как правило, сопротивление датчика должно уменьшаться при увеличении давления, температуры или скорости и наоборот, по мере изменения уровня сопротивления датчика, с изменяющимися условиями и напряжение цепи реагирует, PSM распознает изменение напряжения как изменение давления, температуры или скорости. Если сигнал входного напряжения, полученный PSM, превышает запрограммированный предел, P0643 будет сохранен, и может загореться индикатор неисправности, MIL. В некоторых моделях для подсветки MIL требуется несколько циклов движения, с ошибкой, хорошие вещи случаются, когда я позволяю PSM войти в режим готовности, прежде чем считать успешное восстановление. Я очищаю код, после того, как ремонт выполнен, и вожу автомобиль в обычном режиме, прежде чем передать его клиенту, если PSM входит в режим готовности, восстановление прошло успешно, если код сброшен, PSM не перейдет в режим готовности, и я знаю, что неисправность сохраняется. Серьезность и симптомы актуальность хранимой P0643 зависят от того, какой датчик контура испытывает состояние высокого опорного напряжения, сопровождающие коды должны быть рассмотрены до определения степени серьезности. Симптомы кода P0643 могут включать в себя, отложенное или нет, включение передачи, отказ передачи переключаться между спортивным и экономическим режимами, неисправности переключения передач, невозможность переключения коробки передач между полным и двухколесным режимами, невозможность переключения раздаточной коробки с низкой на высокую передачу, отсутствие зацепления переднего дифференциала, отсутствие зацепления передней ступицы, неустойчивый или неработающий спидометр, одометр, причины, возможные причины для этого кода двигателя включают в себя, замкнутые, на напряжение, цепи, или разъемы, плохой датчик, ошибка программирования PSM или PSM, диагностические и ремонтные процедуры, Прежде чем приступить к диагностике P0643, мне бы хотелось иметь диагностический сканер, цифровой вольт, ометр, DVOM, и надежный источник информации о транспортном средстве, например, AllData DIY, я также обнаружил, что портативный осциллограф может помочь в этом диагнозе. Я бы начал с консультации с источником информации о своем транспортном средстве, чтобы определить местоположение и функцию датчика, поскольку он относится к данному транспортному средству, я мог бы продолжить, выполнив визуальный осмотр жгутов проводов и разъемов, связанных со схемой датчика, я отремонтировал или замени поврежденную или сгоревшую проводку, разъемы и компоненты по мере необходимости. Затем я хотел бы подключить сканер к диагностическому порту автомобиля и получить все сохраненные коды неисправностей и данные стоп-кадра, я записываю коды вместе с порядком их хранения и любыми связанными данными стоп-кадра, так как эта информация может оказаться полезной, если код окажется прерывистым. Теперь я хотел бы очистить коды и протестировать автомобиль, чтобы убедиться, что он сброшен. Если код немедленно сбрасывается, я хотел бы использовать DVOM для тестирования опорного напряжения и наземных сигналов на датчике в вопросе, я ожидаю найти 5 вольт и землю на разъеме датчика. Скорее всего, я продолжу тестировать сопротивление и уровни непрерывности датчика, если на разъеме датчика присутствуют сигналы напряжения и заземления, я могу получить спецификации из моего источника информации о транспортном средстве и сравнить мои фактические результаты с ними, датчики, которые не соответствуют этим спецификациям, необходимо заменить. Я всегда отключаю все связанные контроллеры от системных цепей до тестирования сопротивления с помощью DVOM, потому что я знаю, что невыполнение этого может привести к повреждению PSM. Если опорное напряжение является высоким, на датчике, используйте DVOM, чтобы проверить сопротивление цепи и непрерывность между датчиком RSMPR и необходимости заменить и замкнутые цепи. Если рассматриваемый датчик электромагнитный с возвратно-поступательным сигналом, используйте осциллограф для мониторинга текущих данных, сосредоточьтесь на шипах, глюках и максимальных кругооборотах. Дополнительные диагностические заметки Этот тип кода обычно предоставляется в качестве поддержки более конкретного кода, сохраненный код P0643 обычно связан с трансмиссией. Продолжение следует...